Тексты его песен Что подростки сейчас за словом в карман не полезут То ли это результат, это всеобщая свобода со стороны родителей Которые используют разные методики на своих детях Например, японскую Когда все, что можно, лишь бы чадо было счастливо Либо это все же воздействие внешних факторов Таких, как интернет Можно заютюбить любую песню, матерную, не матерную Послушать, цитировать А я вот тебе предлагаю В отведенное время, в те самые 40 минут И ответить на этот вопрос Речевая агрессия Почему хамство в моде? Тема сегодняшнего эфира Пин-код научит Как реагировать на речевую агрессию И хамство в твой адрес со стороны сверстников Расскажем С какими трудностями столкнулись те Кто не попал на концерт фейса в Минске Дадим советы, как добиться того Что вы хотите, когда родители запрещают И наконец Узнаем, на что готовы взрослые Когда подросток начинает дерзить И это далеко не все на сегодня Не пропусти Мы работаем в прямом эфире Это значит, что у вас есть уникальная возможность Высказывать свое мнение А у нас есть уникальная возможность Его озвучивать, отвечать на ваши вопросы Вместе со специалистами, с гостями в нашей студии Итак, тема сегодняшнего интерактива Звучит следующим образом Как реагировать на речевую агрессию Или хамство в свой адрес? Присылайте, пожалуйста, свои какие-то рекомендации Может быть, делитесь опытом Естественно, у нас есть опрос Вы сталкивались с хамством в свой адрес Со стороны знакомых или незнакомых И варианты ответов Да или нет Все просто А я хочу уже представить первого гостя Который находится у нас в студии Это молодой папа Паша Игнатчик Который сказал, что Свою бы дочь Он никогда не пустил на концерт Фейса Почему? Чем это связано? Ну, на самом деле, я считаю, что Многое в воспитании детей зависит от того, что происходит вокруг То есть, если ты будешь слушать какие-то музыки, какие-то песни И смотреть видеоролики насыщенные, похабщенные Или матерными словами Это окажет какой-то отпечаток на воспитание ребенка И, в принципе, он может вырасти действительно агрессивным каким-то хулиганом Кстати, Фейс действительно был разбойником Он часто приходил в полицейский участок Я читал его биографии Ну, многие рэперы, и 50 Cent, да, известный, тоже начинал с не очень хорошей татропки Но мы их слушаем, и он даже входит там в классику уже рэпа Ну, здесь конкретно было описано даже на его странице, на сайте Фейса Что родители не занимались его воспитанием абсолютно То есть, он занимался вымогательством, разбоем, вдавая в старших классах В принципе, путь всех американских рэперов Ну, мы не будем в этом думать Хорошо, а мне очень интересно А как твоя дочь реагирует на запреты? Вот когда что-то ей запрещается? Я скажу честно, что мы пытаемся найти с ней какой-то консенсус То есть, мы пытаемся договориться У нас нет жестких каких-то запретов Прямо там на цепь сажали, на ручник им прикол Нет Я пытаюсь с ней договориться и найти какой-то консенсус Что папе будет неприятно, маме будет неприятно и так далее, и так далее И она идет как бы навстречу Паша, ну, по-моему, это аксиома Запретный плод сладок Как только мы что-то запрещаем Естественно, это хочется вдвойне И хочется прорваться, выскочить через окно И попасть на концерт Фейса Или любого другого запрещенного исполнителя родителями Да, в целом многие подростки проявляют, отвечают агрессией Агрессией, конечно Выход ли это запрет? Ну, на самом деле, я же говорю, что нельзя просто взять и запретить Можно просто побеседовать, как-то разъяснить эту тему ребенку То есть, ты считаешь, что всего можно достигнуть словом? И достаточно нежно? Да, я считаю, что именно так Паша, тогда у меня такой вопрос Как ты думаешь, с чем сейчас связано то, что подростки проявляют речевую агрессию? Такие агрессивные, дерзкие Ну, во-первых, это открытый доступ в интернете Действительно, можно, как вы и говорили, скачать абсолютно любую песню С абсолютно любой цензурой Это также видеоролики, фильмы То есть, все это насыщенно Но не скажу, что все плохо вокруг Нет, на самом деле, существуют действительно современные фильмы, современные песни Хорошие и с цензурой выдержанные Поэтому Но, опять же, действительно, вот, как говорила Марианна Запретный плод всегда сладок Ну, а какой выход? Я не знаю Удалить все из интернета, где есть сквернословие? Ну, езжешь, вот, например, опять же, в Китае Там, да, запрещенные выходы в интернете То есть, они бронируют как-то эти сайты и так далее, и так далее То есть, там идет борьба с этим И Министерство культуры у нас тоже как-то пытается с этим бороться Паш, вопрос вот в чем Ты не задумывался, что твоя дочь Может втайне от тебя Слушать того же фейса Либо что-то еще более худшее? Ну, на самом деле, это проблема Которая может всплыть у любого родителя И здесь нужно понять ребенка Почему его туда вот понесло в эту степь непосредственно Паша, а у меня вот с другой стороны вопрос Давай сравним времена Там мы все принадлежим, в принципе, к разным поколениям Неужели нынешнее поколение Страдает больше употреблением инвективов Чем, например, наше Либо предыдущее Это вообще проблема, ты считаешь? Ну, на самом деле, да Да, потому что действительно, если посмотреть, у нас было ограниченное количество того же самого фильма У нас не было интернета Мы больше росли на улицах И мне кажется, какие-то группы такие Детей, которые старались перед друг другом, извините, выпендриться И, ну, там, я взрослый, я ругаюсь матом Я хамлю бабушки, хамлю учителя Я просто вот что думаю, Паша, скажи Хорошо, ты запретил своей дочке слушать Фейса Но она же общается с друзьями У нее есть друзья Она придет в компанию, где ей покажут какой-то клип Какую-то песню она послушает Хорошо, давайте разберем эту ситуацию с другой стороны Она придет туда и покажет какой-то свой клип Какую-то песню, которую она слушает То есть здесь как бы все зависит действительно от восприятия ребенка миром То есть какая атмосфера дома еще царит Тоже важно, то есть если родители будут заниматься детьми непосредственно И будут заниматься педагоги те же самые И окружающие какие-то там друзья-родственники То у ребенка будет складываться свое другое мнение А мне кажется, ты думаешь, что все сводится к запрету Либо разрешению определенных, я не знаю, исполнителей, фильмов Мне кажется, это все-таки личный пример Если родители дома не ругаются матом и уважительно разговаривают То в принципе дети так же будут общаться Атмосфера, правильно То есть как бы все, все сошлись, да? В принципе все согласны Бедный фейс, вот у него, наверное, уши горят У меня сегодня рот и щеки, и все Мы решили спросить у подростков Как добиться того, чего хочешь, когда родители запрещают И вот самые интересные варианты ответа Я делаю так, как хочу И они, наверное, со временем смирятся с этим Наверное, привести пример, что нам это очень нужно Мы без этого не обойдемся Сделаю все равно Я, наверное, буду делать то, что они просят Я выжду время, чтобы попросить в следующий раз Буду приводить им доводы, что это хорошо Если родители что-то запрещают, то я попытаюсь им разъяснить какие-то плюсы, привести того, что я хочу Если я этого захочу, и родители будут против, я ничего не буду делать Буду продолжать добиваться успехов, чтобы они мне точно купили то, что я хочу Предпринимать меры, искать компромиссы Помогать как можно сильнее по дому, чтобы они разрешили мне Ну, мне, собственно, ничего такого не нужно Паша, ну вот такое мнение у подростков Ты сталкивался с тем, что твоя дочь говорит А давай я по дому что-нибудь уберу, а ты мне разрешишь Было, но это касалось как бы больше там всяких покупок каких-то интересных и так далее Но ты понимаешь, что это манипуляция? Да Но, опять же, это ребенке стимулирует какой-то вот преклонность перед родителями То есть она пытается сделать что-то приятное мне и взамен получить тоже приятно Мне больше понравился комментарий, касающийся того, что попытаюсь объяснить свою точку зрения То есть вот действительно, может быть, кто-то достучится И я пойму, в чем прикол вот этого фейса И могу сам начать слушать А я уже хотел бы, Паша, тебя познакомить с Вадимом Который категорически с тобой не согласен Он считает, что интернет, музыка, фильмы, ютюб никак не влияют на современную молодежь Да, я действительно так считаю И мне кажется, что человек, который хочет развиваться Человек, который не хочет тупеть Человек, который хочет чего-то достичь Ему ничего не помешает, никакая музыка Не просмотре каких-то там нецензурных телешоу Ничье влияние не сможет на него вот так вот сильно сказаться То есть если ты хочешь чего-то достичь, ты сам к этому идешь И неважно, какую музыку ты слушаешь Мои родители единственное, что никогда мне не запрещали Это единственное, в чем меня вообще не ограничивали Это в музыке То есть я мог слушать то, что я хочу И я не скажу, что я вырос плохим человеком Я добиваюсь того, что я хочу В принципе, по большей части своей жизни И я слушал музыку и похуже Фрейса И в возрасте я был не очень взрослым Ну вот, как видите, все очень здорово получается По итогу У меня такая ситуация была Хочешь Шафутинского, хочешь Успенскую Слушай, все что угодно Правильно ли я понимаю, что если дома у тебя на всю катушку Играет тот же фейс, либо какие-то песни Где есть матерные слова Родители тебе ничего не говорят Нет, нет, нет Тут, конечно, не так Я не буду, то есть я как бы думать умею Я не буду при родителях включать громко Они не то, чтобы как бы не запрещали Они просто не вникали в то, что я слушаю То есть как бы музыка Это вот, ну, это искусство Музыкой нужно наслаждаться И если я наслаждаюсь И ты не знаешь, что я должен заставлять своих родителей Делать то же самое Ну, смотри, Вадим Давай поговорим о том, что фейс Я не против, вообще не против этого человека Но у него очень много матов все-таки Да, это, ну, как это может вот благостно влиять на наш слух На наше сознание Почему ты это слушаешь? Тебе что нравится быть таким дерзким? Про, как это может влиять, да? Ну, я выхожу на улицу И я слышу, что много мата Может мне на улицу не выходить? Ты в каком районе живешь, прости? Потому что умница разговаривает очень интеллигентно Я иду по центру, я слышу много мата Возможно, они просто все слушают фейс Взрослые люди, да? Порядка 40-50 лет От кого? От подростков? От подростков, от взрослых людей иногда От школьников? Да, от взрослых людей Хорошо, но это твой несов... Ну, все-таки это такой выбор, на который ты не можешь повлиять Ты выходишь, это общество, оно... Ну, оно разговаривает так, да? Ну, если я слышу эти слова повсеместно Ну, хорошо, но тут же твой осознанный выбор Вот я буду слушать матерные песни, и мне это нравится Я не буду слушать матерную песню Я буду слушать песню, которая мне нравится Если мне нравится эта песня, мне будет... Мне нравятся не только матерные песни Хорошо, ладно А не копируешь ли ты на себя образы, которые преподносятся в этих песнях? Нет, мне кажется, что я достаточно умный, чтобы сделать самостоятельный выбор И решить, что мне нравится, что не нравится То есть, ну, не хочется мне курить, да? То есть, я не закурю, просто послушав песню Фейса, которая курит Те же самые наркотики... Тебе просто нравятся его рифмы? Мне нравится, как качает У меня вопрос тогда просто Неужели ты хочешь сказать, что если постоянно слушать Фейс, ну, образно, да? Или там другие композиции, в которых есть матерщина То это никак не скажется абсолютно на развитии именно ребенка Потому что слушают в основном подростки его Скажем так Если ты слушаешь только вот ограниченно, да Вот ты включил там вот пару бенгеров, да, Фейса, которые там матные, самые популярные Да, конечно, это не круто Но дело в том, что люди, которые вникают более глубоко, да, в творчество Там появляется очень много хороших песен Очень много песен без мата Песен, которые могут чему-то хорошему научить И человек, который слушает вот ограниченно, да, то есть какое-то количество там определенной маленькой музыки Да, вот такой вот узкой Он не может развиваться Опять же, как я уже говорил, если ты хочешь развиваться, ты будешь что-то для этого делать То есть ты не будешь слушать вот такую определенную Хорошо, как может развить, например, такая музыка подобно Фейсу? Чему хорошему она может научить Опять же, давайте вникнем в дискографию Фейса И найдем там огромное множество великолепных песен о искренне чистой любви Но посмотри, что становится его хитами А, в том-то и дело Только без цитата Глубже найдем хорошие песни Мы живем в такое время, да, когда артистов повсюду очень много Чтобы выбиться в люди, нужно быть Нужно вокруг себя поднимать ажиотаж, да Нужно чем-то выделяться Ну вот приходится делать что-то очень яркое Киркоров переодевает, нормально Хорошо, смотрите Киркоров немного не котируется Давайте не будем мне показывать вас сейчас Если бы у него были только хорошие песни, концерт бы Фейса отменили? Мне кажется, нет Значит, что-то, какую-то цензуру он не проходил Но у меня другое Все равно функция любого искусства, будь то музыка Радовать человека Не то чтобы радовать, а нести эстетику в жизнь, развивать его То есть развивать прекрасные Ну, это как бы так написано в энциклопедиях Извини, пожалуйста, Вадим Развивать прекрасные черты Так было всегда, еще с античности Что развивает прекрасного в Фейс? Нет, я не против него Я считаю, что любое искусство имеет место быть Но все равно, если ты приходишь с улицы, где ты говоришь, что ругаются матом Приходишь и включаешь такую же музыку Не говорит ли это о какой-то деградации? Либо наоборот, ты каким-то образом отталкиваешь, пытаешься забыть это таким образом? Нет, почему? Это нисколько не помогает мне деградировать И не мешает развиваться, да, то, что я слушаю такую музыку То есть я могу заниматься своими вполне умными делами по учебе, да Музыка может играть просто фоном То есть, как я уже говорил, мне просто нравится, как качает Я могу даже не вдумываться в текст То есть, если есть хороший бит Если есть энергия в песне, то почему бы мне ее не слушать? Ну, сама там ты ругаешься? Бывает Бывает, да? А дерзишь ли ты старшим? Как ты высказываешься? Опять же, тут все зависит от ситуации Если я считаю, что человек категорически неправ Я могу с ним поспорить вполне Даже если он старше? Могу поспорить Это не обязательно будет детство Паша, ну вот к тебе вопрос Ну вот как ты считаешь? Позиция, Влада, она такая уверенная Ну, на самом деле Здесь просто привести пример, да Вот по поводу того, что чистота слушания Вот как сказала Марьяна правильно Что и на улице мат Ты приходишь домой, то же самое слушаешь Что ты критикуешь, что это на улице Но ты продолжаешь это слушать в своем мире А я разве сказал, что я критикую? Нет, ну ты сказал, что я встречаю это на улице Я сказал, что... То есть для тебя это образец? Нет, вы просто говорите, что как бы Вот плохо мат слышать, да? Но мат ты слышишь повсеместно Хочешь ты от этого оградиться, не хочешь Как бы не особо сильно получится Я не знаю, что слова отнюдь исключены мы из языков Паш, ты давай на чистоту Никогда не используешь спернослов Ну, при детях нет Давай так, при детях нет Хорошо, ну вот многие психологи считают, что Когда человек ругается, он как-то избавляется от стресса То есть восстанавливает энергетический баланс Какой стресс? Сколько? 17-18 лет, да? Какой стресс в 18 лет? Нет, это я не к тому Это я просто говорю, что в принципе люди могут его использовать, да? Но не подростки В 18 лет у него огромный стресс Его на концерт фейс Не отпустили на концерт фейса Отменили Это стрессовая ситуация Насчет матов, например, ты говоришь А что тут такого, да, в принципе, в песне? Вот провели такое исследование, да? На одну воду там включили, например, там Бетховена А на вторую ругались матом А когда полили зерно, зерно взошло на 42% меньше Ну, то есть в принципе даже вот такое вот негативное явление Вот на... Нет, ты смеешься, на самом деле это просто исследование Ну, я сейчас уверен Я уверен, что сейчас все, кто младше 17 Они, ну, смеялись Кто, возможно, старше, они, да Пускай они смеются Это то, с чем никто не борется Скоро у нас будет гостя актеролог, который расскажет про истоки русского мата А за границей Вы смотрели когда-нибудь заграничные фильмы, да, зарубежные В которых какие-то актеры, да, играют роль русских людей И говорят русские слова, да, то есть говорят по-русски А что они говорят? Они говорят матом То есть на Западе... Смотрите, сейчас Вадим нас всех убедит, что мат это хорошо На Западе... Я не говорю, что мат это хорошо На Западе просто мат боготворится российский То есть российский мат это такой же символ российской культуры Как матрешка, там, водка, балалайка Здесь как-то высоко заговорил уже, Вадим, мне кажется В зарубежных языках два матерных слова Вот и все, у них скудный запад Хорошо, можно я обращусь к нашему интерактиву Там, где телезрители высказываются по поводу того Как бороться вот с этой вот речевой агрессией Вот, например, Влад Кукьян говорит, что... Ну, реагировать таким, говорить в конце раунд просто и все То есть никак не реагировать, в принципе, констатировать А вот Марк Вереметьевич говорит Не обращайте внимания на таких людей Если они любят хамить кому-то, значит, их так воспитали И они не могут справиться со своими неудачами И всю свою агрессию они передают тому человеку, которому они хамят Действительно, счастливые люди, а они не хамят Мы, в принципе, даже не про маты Как-то вы все замолчали на моем испечке А скажи, ты в своей жизни сталкиваешься с какой-то агрессией, с матом? Постоянно, ну, потому что работа моя, она... Постоянно? Ну, я имею в виду, что регулярно, наверное, так больше подойдет Потому что по специфике работы, вот, периодически сталкиваюсь с людьми Особенно, когда они в подвыпешенном состоянии Вот просыпается в них этот талант Я хотел просто тебе задать вопрос Если ты постоянно слушаешь маты Я вот задавал тебе вопрос, не складывается ли отпечаток какой-то на тебе Ты понимаешь, что вот если с ребенком разговаривать с рождения его на английском языке То он выучит английский язык Да Если говорить на русском языке, он выучит русский язык Соответственно, если папа будет постоянно фигачить дома фейс Но... Ну, давайте вот ответ на этот вопрос и на многие другие Мы узнаем сразу после рекламы на телеканале Беларусь-2 Речевая агрессия Почему мат в моде? Тема сегодняшнего эфира И за время рекламы к нам присоединилась психолог Нелли Куприенович Нелли, здравствуй Вот на примере Паши мы хотели обсудить Он запретил бы своей дочке идти на концерт фейса С точки зрения воспитания это вообще правильная позиция? С точки зрения воспитания запреты в принципе не работают Запретный плод сладок У ребенка может развиваться обида и агрессия в ответ И желание как-то обхитрить и добиться своей цели Нужно идти на компромиссы какие-то, договариваться, вести диалоги, объяснять Паша, ты объясняешь свои запреты дочке? Постоянно Как ты это обмотивируешь объяснять? Я начинаю копаться с глубины То есть я сначала выясняю, почему она этого захотела Что и вот ее привело к этому желанию непосредственно И потом как-то объяснить свою политику, что во взрослой жизни так не принято Допустим, это нехорошо и некрасиво И поверь ты мне, что через 5-10 лет ты начнешь это понимать Посмотри на твоего папу Работает ли это? Потому что попахивает, честно говоря, ну дятиной Ну она спокойно слушает, серьезно Ну дятиной, если вот так вот со мной разговаривает папа, а не мама к тому же Да ладно, еще бы мама Но здесь как-то, ну пап, ну ты зануда, ну не понимаешь-то Я даже не буду раскрываться Нелли, прав ли я? Вообще, почему идет речь как бы сразу про запрет? Если есть какая-то тревожная ситуация Ну вот, пойти ребенку на концерт или не пойти Для начала просто надо у ребенка выведать информацию А чего тебе хочется пойти на этот концерт? А чем тебе нравится этот артист? А нравится ли тебе на самом деле? Или ты просто за компанию идешь? И уже получается из информации, которую дает ребенок Делать свои выводы, ну и пробовать, наверное, как-то немножечко чуть-чуть манипулировать Нелли, подождите, но не каждый родитель У современных родителей зачастую нет столько времени, чтобы разбираться, разговаривать с ребенком Столько правды Ребята, это одна-две минуты Одна-две минуты Вадим, а если бы тебе запретили идти на концерт Фейс, это либо не фейс, не имеет значения Как бы ты реагировал? Ты бы шел вот так на контакт? Да, я бы попробовал поговорить Я бы, скажем так, я уже не совсем в том возрасте, когда мне будут запрещать Но, допустим, как-то родители захотели на меня повлиять Не могу же я совсем сказать, что их мнение мне неинтересно И просто делать то, что я хочу сам А тебе интересно мнение родителей? Да, я к нему прислушиваюсь, в принципе, да Ну, то есть, я не буду делать то, что прямо они категорически против Для начала, если они сильно против, а я сильно хочу Нужно сесть, объяснить им, попытаться сделать так, чтобы они не были настолько категоричны к этому Да, то есть, как бы, допустим Я попытаюсь объяснить, не поняли допустим? Допустим, все равно они признают твою точку зрения Я скажу так, значит, сейчас такой век, когда детям, подросткам Их очень сильно просветили об их правах, о некой свободе в этом мире И дети понимают, что они свободны, у них много прав, но они не понимают ответственности Из-за этой, как бы, необузданной свободы, они пытаются делать, чего захочется Ну, я хочу на концерт, ну, тебе нельзя туда Как нельзя, мне все можно, я взрослый, у меня есть права И тогда уже ребенок через какой-то, возможно, бунт, протест пытается реализовать свои какие-то желания Хорошо, если в семье принято вести какие-то переговоры Объяснять, прояснять, о чем-то договариваться А сам подросток, он может предложить какой-то вариант решения проблемы? К примеру, мама, папа, пойдемте со мной на концерт Конечно, может Конечно, может Зачем искать виноватого, если можно найти того, кто решит проблему? Ну, да, все правильно Ну, то есть Вообще, такая палка двух концов С одной стороны, у детей, детям дают права Типа свобода, но на самом деле нет свободы И тут получается в этой ситуации Что значит запретить ребенку или подростку куда-то пойти или не пойти? Все, если уже заявлено о свободе и о правах Значит, только переговорами Запреты, они не работают Хорошо, но вот если есть права, с другой стороны С другой стороны, сразу... С другой стороны, медали возникает Обязанности Почему о них никто не разговаривает? Действительно, все говорят только о правах детей Обязанности, это опять же нет... А то, что родители несут до 18 лет ответственность за детей Обязанности, это снова некое ограничение свободы Он говорит, так поговорите, поговорите об обязанностях Какие у нас обязанности? Вы говорите, что у него есть обязанности Пускай я зануда, но я рассказываю об этом дочери Ну так тогда, если ваш ребенок внимательно вас слушает И вы рассказали ему о его обязанностях Кто-то он их будет знать Ребята, сейчас подростки говорят так, что я никому ничего не должен Так говорят глупые подростки Хорошо, но это же как бы 80% 80% глупых подростков? Ну глупых, я бы так не сказала, наверное, глупых 80% подростков говорят о том, что я никому ничего не должен Умный человек, так не скажешь И на самом деле, он прав Мы на самом деле, с точки зрения психологии, никому ничего не должны А как в компании? У тебя же есть друзья, вы вот обсуждаете все это Почему мы никому ничего не должны? Вот мы сами это вот как бы афишируем, да? А потом мы с этим все боремся Взрослые пытаются навязать ребенку обязанности А на самом деле ребенок ничего не должен Почему у ребенка должны быть обязанности? В нашем деле... Как кто сказал? Так принято Не значит, что так должно быть Вы сейчас говорите, что так должно быть Все ребенка обязаны Вот сидит подросток Вот сидит подросток Вот у него и спросите, должны ли быть у него какие-то обязанности Я не говорю про физические обязанности Но он обязан уважать своих родителей Обязан повиноваться в их воле Обязан, чтобы они были авторитетами для него Обязан, очень плохое слово Вот я здесь Обязан, оно делает тебя каким-то рабом Я не обязан Я уважаю своих родителей, но не потому, что я обязан Я уважаю родителей не потому, что я им обязан Ой, не потому, что я обязан их уважать Я уважаю своих родителей, потому что я многим им обязан В плане того, что они мне много дали. Хорошо, я их уважаю. Да, я благодарю. Я уважаю родителей только потому, что я так хочу сам. Нелли сказала, что родители должны заработать авторитет. А разве он не дается по умолчанию авторитет? Как нет? А у всех разве хорошие родители? Вот я только... Независимо от того, что у хороших пахетов, люди, которые воспроизвели тебя... Хорошо, а если это родители, которые воспроизвели тебя, но в итоге не смогли дать тебе ничего? Где мат? А твои родители неблагополучные, которые пьют, употребляют наркотики, не заботятся о детях. Чему ты должен быть благодарен? Тому, что они тебя родили и кинули? Нет. Спасибо, до свидания. Я скажу честно, у меня благополучная семья, но я не всегда. У нас как раз пошла такая активная беседа. У нас такая активная беседа, что у нас выключился экран. Потому что там было много речевой агрессии. Да, много речевой агрессии. Мы решили выяснить, на что готовы взрослые, когда подросток дерзит. И самые интересные варианты ответов вы услышите прямо сейчас. Я, наверное, буду исполнять его капрызы. Потому что у меня в детстве много чего не было. Как родители сказали, так и будет. Не бывало такого, что ужасное дерзило. Даже не представляю, честно говоря. Просто не допущу этого, чтобы они дерзили. Я бы осталась спокойной. Ничего бы не ответила. А потом, когда бы он спокоился, я бы разобралась. Я так и поступаю, по сути. Решение ли это проблема? Ну, не знаю, надо спросить у наших гостей. Ну, вот меня больше всего взбесило, когда вот я попробую это остановить. Как? То есть, ну, на самом деле... Затклеет рот скотчем. Наверное. Ну, какому, себе или ребенку? Я думаю, что здесь, опять же, многое зависит от характера ребенка. Независимо от того, в какой он в семье рос. И бывает абсолютно в одной семье двое детей растет, но они абсолютно разные. И действительно, здесь нужно находить подход каждому человеку. То есть, если выражают тебя как-то дерзко, агрессивно с тобой общаются, как с родителем... Но все подростки рано или поздно выражаются дерзко по отношению к родителям, даже если они у него изумительные. Самое лучшее воспитание получилось, потому что часть характера. Но потом с возрастом все это притупляется, и ты начинаешь уважать себя. Так стоит ли это на это реагировать? Стоит реагировать на этот подросток вперед? Если это ваши дети, ну, как бы я, например, делаю. Я просто сразу пресекаю, ну, чтобы просто сбить накал, и потом прошу нормального... Вы грубо это пресекаете? Или... Нет, я говорю просто стоп. Стоп, иначе диалога дальше не будет. Мои дети понимают этот стоп, и дальше мы ведем нормальный диалог. Потому что не бывает агрессии или там какого-то хамства или еще чего-то просто на пустом месте. От плохого настроения. Это всегда предшествует какой-то диалог, какая-то ситуация. Если это происходит на улице, какое-то хамство, агрессия или еще что-то, я рекомендую здесь просто проигнорить и смыться. Проигнорить кого? Ну, сына либо дочь? Нет, я сейчас говорю, если происходит на улице от незнакомых людей, подростков, а тем более, если это группировка подростков, и они хамят... Не всегда это получается. Если они хамят, лучше всего спокойненько раз и уйти. Даже, возможно, извиниться. Дадут ли они уйти? Несмотря в каком районе. Да. А давайте вот про это более глубоко поговорим. Действительно. Если мы сталкиваемся с агрессией на улице, с открытым хамством в твою сторону... Попытками пояснить. Ну-ка, пожалуйста, как? Ну, подходят такие, поясни за что-нибудь. За внешность, за там... Тебе часы так подходят? Один раз было. Один раз, и как ты пояснил? Вот здесь мне помогает агрессия. Я просто... Я живу в не самом хорошем районе, скажем так, да? Я привык, что у нас там... В окружении у меня там такое агрессивное, быдловатое немного. То есть... И люди там такие... Вот особенно вот эти группировки молодежные, то есть... Дай закурить. Не курю. А за это побьют, если не угостишь сигареты, куришь, не куришь. И используют ли они мат в разговоре? Да, да, конечно. А вот откуда появился мат? Его значение мы узнаем сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Жаркий, жаркий эфир у нас сегодня получается. Речевая агрессия. Почему хамство в моде? Так звучит тема сегодняшнего эфира. А за время рекламы к нам присоединился доктор филологических наук Алла Коженова. Алла, расскажите нам, пожалуйста, мат, он несет в себе какую-то функцию? Или это пустые слова? Ну, когда-то, безусловно, нес. И причем, когда не покажется странным, у мата была сакральная функция. Вот, например, известное выражение, которое заключает слово «мать», ну, все его знаем, но произносить, конечно... Не надо. Нет, не будем, не будем, разумеется. Это был часть древней языческой формулы, которая была связана с плодородием земли. То есть Велес, древний славянский бог, должен был совокупиться с матерью сырой землей, чтобы она, соответственно, да, как это ни странно, принесла урожай. Причем, самое интересное, что наши предки даже имитировали вот это вот совокупление, они валялись на земле, это показывали. И вот церковь православная, конечно, страшно осуждала, как вербальное, так и акциональное, так и действие. И, кстати, считаю, что, возможно, именно поэтому на какие-то выражения мог быть наложен запрет. Я знаю, что даже, по-моему, когда происходили роды у женщин, мужчины в древности также использовали эти святые слова. Вполне могли. То есть, действительно, мат мог выполнять защитную функцию и отгонную, то есть отгонять злые силы. Вот, например, уже в 20 веке на Полесье записывали заговоры, в котором болезням, ну вот страху, например, у ребенка, да, когда кто-то его испугал, предлагалось выйти через, ну, скажем так, через телесный низ, то есть нижние органы. Причем эти органы назывались так, как их принято называть в народе, ну и самые процессы тоже так назывались. То есть это очень важная, действительно, сакральная функция мата. Разумеется, в нашем обществе, ну, отгонную функцию могут выполнять только слова не совсем хренивых людей. А почему сейчас это у меня? Вот почему сейчас изменилось? Когда вы пришли, что это сквернословие, это из Библии идет, да? Да нет, ну нет, конечно, ну просто, вы знаете, мы уже отгоняем болезни другими способами, правда, лучше выпить... Ну, некоторые до сих пор... Да, некоторые лекарства, скажем так, чтобы не вносить рекламу. Алла Андреевна, вот такой вопрос хочу вам задать. Многие известные авторы, Пушкин, к примеру, они в своих произведениях употребляли матерные слова. Почему-то на них никто 18 плюс не ставит. Ну, вы знаете, во-первых, мы не изучаем подобные стихотворения Пушкина, а во-вторых, способности великого поэта здесь очень сильно преувеличены, потому что... Ну, подобные стихотворения Маяковского мы-то читаем, мы с вами не знаем. Они в открытом доступе, они в открытом доступе. Ну, я просто хочу сказать, что большинство стихотворений Пушкина, Есенина, в интернете, с матом, это стихи подложные, то есть это Вася Плюшкин, ну, скажем так, или Пушкин, или Пушкин. Ну, мы знаем, некоторые строки все-таки реальные, правильно? Они существовали. Действительно. Но большинство стихотворений придумано, поэтому не надо думать, что наши великие поэты вот так вот прямо выходили на площадь и матерились. Ну, прецедент есть. Прецедент, ну... А, Нелли, а может ли... Как мы говорили в письмах Александра Сергеевича, мы встречаемся с подобными вещами. Ну, чтобы бытовуха, да? Нелли, может ли в современном обществе мат быть оправдан? Да, конечно. Мат имеет эмоцион... Мат, это просто слово, я бы так сказала. Ну, я не беру, как бы, вот вашу территорию, да? Для меня это слово, которое наполнено очень сильно эмоционально и энергетически. Мы можем сказать человеку, чтобы он вышел куда-то, а можем его послать куда-то. Посмотрите, какая просто громадная разница. Ну, я за то, чтобы мы использовали все-таки эвфемизмы, да? А на это право, то, о чем вы сейчас говорите, подросток, ребенок, он имеет право так выражать? Я считаю, что имеет право использовать мат. Имеет право, я так считаю. Что скажет папа? Я плавно в шоке пребываю. Нет, я своему сыну не разрешаю при себе ругаться. Значит так, не для того, чтобы общаться, не для общения, но через мат можно делать большой выброс эмоциональный. Это антистресс, по сути. Ну, нельзя этим злоупотреблять. Это как тот же алкоголь, он может быть в маленьких дозах каких-то, даже как бы и полезным. А ты мог бы для себя принять, если бы твоя дочь так выбрасывала стресс, ты бы сам себе сказал. Это она так выбрасывала стресс. Даже в маленьких, мне это чуждо, я не знаю, почему. Это мне после этого надо сказать стоп, как вы говорите. Так, вот этот крышок защиты мата, я бы отошла, вот мне Калия Андреевна, да, очень интересно обратиться. Все-таки вы такая интеллигентная женщина, филолог, которая изнесняется высокопарными словами. Я уверена, мы все на филфаке такие были. Но скажите, вот вы же... Мои коллеги, извините, слушают с удивлением вас. Я тоже ваша коллега, да? Да, да. Вот, сталкивались ли вы с хамством? Наверняка, да, сталкивались в магазинах, где-то еще, может быть, подростки вам хамили. Как вы считаете, надо отвечать хамству? Нет, ну, нет, конечно. То есть здесь действительно лучше проигнорировать. Между прочим, человек больше обижается на то, когда его игнорируют, чем когда отвечают таким образом, да? То есть игнорирование, это самое... Равнодушие. Равнодушие, конечно. Ребята, это самое сильное наше оборудование. Да, Нали. Это хамство. Я бы разделила эти вещи. Мы разделим обязательно эти понятия. Я просто бы хотела вот советы от наших телезрителей выслушать, когда вам хамят, да? В принципе, маджи – это хамство, да? Все равно это где-то общее. Ну, неправда, неправда. Хорошо. Антон Майер говорит, если тебя оскорбили, то я считаю, можно его легко оскорбить очень жестоко, не матами, а обычными словами. Ведь даже без мата можно легко оскорбить, повторяется Антон Майер. А вот все остальные, я смотрю, Вадим, ты приобрел огромную популярность в нашем эфире, потому что каждый... Благодаря Фейс. Второй зритель, да, передает тебе привет. Можно я вам скажу, да? Просто Фейс Фэм, Элеминск, да, Ван Лав, Сурин, Антихайп, Закат. Очень классные ребята, да. Все слова для меня были матами, реально. Паша говорит, что все эти слова для него уже маты. Ну, я не понял просто, что... Очень классные ребята. И ты называешь себя молодым человеком, Паша. Я познакомился с кучей классных людей благодаря концерту Фейса, которого не было. Ну, кстати, по этому поводу, высказывается Ирина Макалович, воспитание ребенка не зависит от того, какую музыку слушают родители, или он сам, от того, какие у них отношения между собой, да. Если родители матерятся, или в компании им принято материться, то ребенок, конечно, тоже будет материться. Это то, о чем мы говорили в начале эфира, что нужно личным примером воспитывать ребенка, а не запретами, наложенными в семье. Алла Андреевна, а вот нецензурная лексика, мат, он есть в каждой стране мира? Ну, вы знаете, смотря что считать нецензурной или запретной лексикой. Ну, вот филологи знают такой термин «табу», да? То есть это запрет на слова. Ну, русский язык третий, по-моему, в рейтинге. Ну, вы знаете, просто запрещать можно разные вещи. Вот, например, казахи, еще в 20 веке, да, вот казахской женщине запрещалось произносить имена мужа и вообще мужа, ну, родственников мужа по мужской линии, вообще запрещалось. Вот на это накладывалось табу. Ну, вот с нашей точки зрения слово «свекр» является матом. Нет. Нет, конечно. Да, то есть запреты зависят от очень многих вещей. От культуры. От культуры, от религии, от принятых каких-то вещей. Ну, и в каждой стране, в каждой культуре запрещаются совершенно разные вещи. Да, вот у нас запрещены, действительно, названия определенных процессов, определенных органов, правда? Ну, это как эстетизм в языке. А скажите, вот если ребенок ругается матом, например, высказывается матерными словами, либо грубыми словами, не говорит ли бы это о бедности его словарного запаса? Ну, по-разному бывает. Ну, вот, смотрите, мы только что говорили о Пушкине, но его же не обвинишь в бедности. Конечно. И ребенка, кстати, тоже. Но ведь умение пользоваться матным языком, красивым, это плюс очень большое количество слов. Ну да, сейчас мы придем. Это как красиво можно пользоваться матом? Можно использовать его очень лаконечно. Хорошо. А у меня другой вопрос к нашему филологу. Все говорят, что истоки мата все-таки идет от монголо-татарского ига. Это правда? Это неправда, конечно. Празумевый миф. Ну, давайте, ну, например, обозначение женского полового органа от глагола пихать. Кстати, слово пшеница того же корня. Да. То есть мы не будем заниматься этими процессами языкового метода. Конечно, обозначение блудной женщины. Того же самого корня, что и глагол блудить. Ну, понимаете, мы вот для себя... Мы для себя в обществе приняли, что вот нельзя употреблять все или иные слова, что это сквернословие, что вот это мат. И вот с этим живем. Да. Что-то инвектив, что-то не инвектив. И поэтому, не знаю, мне кажется, это как этикет, как правило поведения в обществе. И высказывание красивыми словами и аниматами – это одно из правил, которые нужно соблюдать в обществе. Вадим, а... Кстати, эвфемизмы, прошу прощения, я перебью, вы говорили о эвфемизмах. Эвфемизма – это слова, которые заменяют матерную браль. Они, кстати, тоже очень коварные, потому что с прошествием времени они приобретают тоже свойства матных слов. Я не буду говорить один глагол, да? Все, 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 и конечно. А у меня вот такой интересный вопрос. Вадим, при девушке ты можешь матом ругаться? При какой девушке? При любой девушке? А, то есть при твоей девушке. Скажем так, при моей девушке или при любой девушке? При любой девушке. Есть девушки, которые матерятся гораздо больше, чем любой парень. Да, я тоже слышала такое. Есть у меня одногруппница, которая не переносит просто мат, да? То есть как только она слышит, она просит, пожалуйста, не материтесь. То есть опять же все зависит от людей, да? Если человеку это прям настолько неприятно, да, что мы звери какие-то, что мы будем его мучить? Конечно, лучше мы считаем, что все-таки не ругаться матом и быть достойным обществом, образованным, потому что все-таки это символ того, что ты действительно эстетичный, этичный человек. Правильно? Я уверен, что к этой теме, к этой теме мы еще сможем вернуться. Это был Пин-код. Смотрите нас. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok